МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Приоритетная отрасль. Члены Российского союза строителей обсудили в Чебоксарах перспективы развития индустрии. За отвагу на пожаре сотрудник пожарной части номер 5 за время службы спас более 20 человек. Босиком по снегу. Чебоксарские школьники мечтают стать спецназовцами. Строительная индустрия республики развивается успешно. Сегодня перспективу этой отрасли обсуждали члены Российского союза строителей. Провести расширенное заседание в Чебоксарах приехал и президент отраслевого объединения Владимир Яковлев. Подробности в следующем материале. Перед заседанием глава Чувашии принял Владимира Яковлева в рабочем кабинете. Президент Российского союза строителей отметил солидные объемы по воду жилья. Только в прошлом году в республике возведено более 800 тысяч квадратных метров. Но в перспективе эти показатели должны выйти на новый уровень. Есть надежда, мы с Михаилом Васильевичем говорили, что и с Олегом Ивановичем, что к миллиону квадратных метров в ближайшее время все-таки придут. И не случайно первыми в этом году выездное заседание сделали у вас. Потому что вот этот потенциал, он у вас существует. И его надо использовать. О чувашских строителях знают во всей стране. Даже в сложных экономических реалиях они реализуют самые смелые архитектурные проекты. И очень рассчитывают на поддержку правительства. Важно, чтобы в будущем еще больше оказывалась поддержка строительному комплексу, в том числе развитию промышленно-строительных материалов. Все это будет направлено на то, чтобы строилось больше объектов разного характера. Социальных, промышленных и, конечно, жилья. Приоритетная задача – строительство жилья экономического класса. Сейчас в республике реализуются более 50 проектов комплексной застройки территорий. Это гарантированные заказы на годы вперед. Это, прежде всего, строительство индивидуального жилья и многоквартирных жилых домов. Тем самым я хочу подчеркнуть, объем работ для строителей, для наших предпринимателей – это минимум на 10 лет. Потому что мы дополнительные земельные участки будем выделять в сельской местности. Это, прежде всего, земли переведены в городских округах, в пригороде. И тем самым хочу отметить для наших строителей, для наших предпринимателей – это очень хорошая перспектива. В этом году на поддержку строительной сферы из бюджета республики направят более 8,5 миллиардов. Другими словами, из казанной региона застройщикам выделяют каждый четвертый рубль. Это позволит выполнить все социальные обязательства по обеспечению жильем нуждающихся. Говорили на совещании о развитии сопутствующей индустрии. В условиях санкций необходимо развивать и производство инновационных строительных материалов. У нас более 50% всех производства строительных материалов, основных я имею в виду – это железобетон, кирпич, теплоизоляционные материалы, еще имеют старые технологии, и мы их включаем в отчетность, говоря об общем показателе. Но не говорим о качестве жилья, о качестве продукции, которую мы возводим. Чувашия в лучшем положении, чем другие регионы. Новые заводы по выпуску строительных материалов в республике открываются каждый год. Сейчас здесь производят кирпичи, габаритные панели, клинкерную плитку и даже композитную арматуру. Причем заказы на эту продукцию поступают и из других регионов. Дельные виды товаров не имеют аналогов Российской Федерации, и мы в дальнейшем планируем расширить рынок сбыта и более масштабно представлять продукцию, экспортируя уже за пределами Российской Федерации. Использование энергосберегающих передовых технологий позволяет экономить семейный бюджет наших граждан при уплате уже жилищно-коммунальных услуг. Действует на территории республики 8 заводов и производств по выпуску сборного железобетона с совокупной мощностью железобетона в конструкции более 500 тысяч кубических метров в год, а также 8 круглогодичных и 7 сезонных кирпичных заводов, мощностью по выпуску в целом более 350 миллионов штук условного кирпича в год. В этом году в Чувашии откроется еще один новый завод по выпуску материалов и сборно-монолитного каркаса. Эти проекты позволят республике удержать высокие объемы строительства и водожилья. Как будет развиваться эта отрасль дальше, обсудят на очередном госсовете в Москве. Предложение его членам в Российском союзе строителей подготовят по итогам заседания в Чебоксарах. Медриковалев, Эндрик Шоклев, Республика. Почти 2,5 миллиарда рублей увеличился бюджет Чувашии. Эти средства удалось привлечь из федеральной казны. На что они будут потрачены, обсуждали на внеочередном заседании Кабинета министров республики. Благодаря эффективно выстроенным отношениям с руководством страны нам удается ввести благотворную работу с федеральным центром по привлечению дополнительных бюджетных средств или, можно сказать, инвестиций для того, чтобы выполнять все те планы мероприятий, которые обозначены в наших государственных программах. Безвозмездные поступления увеличиваются на 2 миллиарда 400 миллионов рублей. С учетом этой суммы общее поступление средств из федерального бюджета, доход республиканского бюджета по году после первого уточнения составит 12 миллиардов 200 миллионов рублей. Почти половину поступившей суммы 1 миллиард 80 миллионов рублей направят на развитие агропромышленного комплекса, в частности на субсидии по кредитам. 570 миллионов на здравоохранение, строительство хирургического корпуса онкологического диспансера, обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами. Также дополнительные средства направят в жилищное строительство, образование, спорт. Выслушав все статьи предполагаемых расходов, министр экономического развития предложил еще одну. Мы направили предложение тоже в министерство финансов по поводу поддержки создания для бизнеса окон в многофункциональном центре предоставления услуг. Сейчас это 10 миллионов рублей на оснащение, на заработную плату, на набор персонала, на обучение его. Дополнительные окна – вещь, конечно, нужная. Только вот лишних 10 миллионов в социально ориентированном бюджете, да еще и в кризис, нет, заметила министр финансов Светлана Янилина. Глава Чуваши подытожил, для поддержки бизнеса в республике уже принят ряд мер. Корректировать их можно, но создавать новые структуры сейчас не время. К тому же в бюджете Чувашии появилась еще одна статья расходов. В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, который дает право регионам освобождать от платы за капитальный ремонт россиян старше 80 лет, а также снижать взносы для пенсионеров, перешагнувших 70-летний рубеж. Чуваша этим правом воспользовалась. Гражданам старше 80 лет компенсируется 50% расхода. Гражданам достигшим 80 лет, 100% таких расходов. Гражданин должен являться одинокопроживающим, неработающим, собственником жилого помещения. Также гражданин, являющийся собственником жилого помещения, проживая совместно в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. В 2016 году на эти меры из республиканского бюджета потребуется около 47 миллионов рублей. Ольга Пырыщкина, Сергей Рябчиков, Республика. Природные парки и этнографические комплексы, музеи, памятники, архитектуры. В Чувашии есть что посмотреть. Чтобы расширить туристское пространство в правительстве республики, готовится специальная программа. Воплощать ее будут поэтапно. Решили начать с просветительских маршрутов для школьников. Они уже разработаны и будут представлены на межрегиональной туристической конференции «Живые уроки». Конференция состоится в Чебоксарах 17 и 18 марта. В Чувашии один из трех пилотных регионов, где начнут проводить живые уроки. Образовательные маршруты для школьников будут тесно связаны с учебной программой. Изучение многих ее разделов пройдет не в классах, а в музеях на улицах городов и сел на природе. О новом подходе к просвещению и воспитанию будут говорить на конференции. Два дня в республике будут работать специалисты 40 туристических агентов со всей России. Они проедут по отдельным маршрутам, чтобы понять, насколько интересно это будет детям. Мы наконец разработали и подготовили именно образовательные маршруты, которые также объединяют сегодня районы республики. И не только внутри, например, морпосады. Понимаю, что туда приплывают пароходы, да, и туристы посещают только морпосад. Но это экскурсионные маршруты для детей и с посещением Алатыря, и Новочебоксарская. В республике есть хорошие базы отдыха, оздоровительные центры, этнографические комплексы. Но они работают не в полную силу. Привлечение туристов со стороны даст толчок развитию этих объектов. Санаторно-курортное лечение, оно с одной стороны у нас очень хорошо развито, но мы прекрасно с вами осознаем, что количество граждан, которые приезжают к нам из других регионов, оно не во всех санаториях в достаточном количестве. И возможностей санаториев, конечно же, сегодня намного больше. И привлечь сюда вот на санаторно-курортное лечение из других регионов мы с вами вместе можем. В преддверии конференции по развитию экскурсионно-образовательного туризма руководители баз отдыха, санаториев, музеев обсуждали возможности войти в уже существующие российские маршруты. Это будет удобно и школьным группам. Они смогут посмотреть сразу несколько регионов. Такой подход будет интересен и взрослым путешественникам. Поэтому организаторы призывают участников встречи активнее встраиваться в туристическую инфраструктуру. Будет проведена пленарная часть, ну и также будет презентация в фойе Чувашского драмтеатра. Презентация как Чувашской республики, города Чебоксары. Ну и также мы вас приглашаем в этом поучаствовать. Презентовать либо свои туркомпании, презентовать свои базы отдыха, санатории. Ну все, что будет интересно тем игрокам, которые на этом рынке участвуют. Программа развития туриндустрии станет еще одним шагом в привлечении туристов в Чувашию. В своем послании Госсовету глава республики четко обозначил необходимость формирования соответствующей инфраструктуры. Сейчас в регионе создается туристический кластер «Этническая Чувашия». Работы по его созданию должны завершиться через 4 года к 550-летию Чебоксар. При этом Михаил Игнатьев поставил задачу создать в Чувашии такую инфраструктуру, что она могла выдержать наплыв сотен тысяч туристов. Дарина Игнатьева, Юлия Важенина, Олег Кикимов, Республика. Участники межрегиональной конференции по развитию образовательного туризма «Живые уроки» начнут работу уже завтра, 16 марта. 10 главных туроператоров России будут участвовать в рекламном туре по Чувашии. Как интегрировать местные маршруты в общероссийское туристское пространство, это и предстоит выяснить туроператорам. Единороссы со всего Приволжского округа собрались в Чувашии. Партия готовится к предварительному партийному голосованию, который впервые по всей стране пройдет по открытой модели. То есть принять участие в голосовании сможет любой желающий. Сегодня в Чебоксарах открылся семинар руководителей партийных отделений. Каким опытом будет делиться Чувашское отделение «Единой России» смотрите в нашем материале. Чувашия не случайно выбрана местом проведения семинара. В прошлом году перед выборами главы республики Чебоксарского городского собрания депутатов партия «Единая Россия» впервые провела предварительное партийное голосование по открытой модели. Это помогло избирателям заранее определиться с кандидатами. Мы старались максимально открыто, прозрачно общаться с нашим избирателем, с народом, с жителями столицы. То есть любой желающий по первой модели, как вы помните, мог прийти и отдать свой голос за того кандидата, который поддержит, который ему симпатичен, в которого он верит и возлагает на которого надежды. Открытую модель голосования среди регионов ПФО тогда выбрала только Чуваша. Была проведена огромная организационная работа, ведь делалось все впервые. Определялись фамилии кандидатов, районы проведения, форматы встреч. Этим опытом «Единая Россия» делятся сегодня с коллегами. В этом году планируется организовать и дебаты, чтобы жители Чувашии могли сравнить программы кандидатов. Есть чему учиться у регионального отделения, есть чем гордиться, есть что посмотреть. Дебаты у нас будут первый раз. Именно дебатам, которые у нас будут проходить в этом году, в этот раз мы хотим на них подробнее остановиться, посмотреть. И, возможно, что-то возьмем у других регионов. Единый день предварительного внутрипартийного голосования пройдет 22 мая. До 11 апреля в региональном отделении принимают заявки на участие в праймерис. Проголосовать можно будет на специально оборудованных участках. Кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму России и Госсовет Чувашии станут те, кто пользуется наибольшей поддержкой и доверием избирателей. Страна готовится отметить важную дату – годовщину воссоединения Крыма и России. Два года назад, 18 марта, был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию. Два года назад жители Чебоксар точно так же собирались вместе, чтобы выразить свою солидарность с народом Крыма. В те дни крымчане встали перед историческим выбором и сделали его в пользу России. 97% жителей полуострова проголосовали за единство, дружбу и взаимопомощь. За два года удалось сделать немало. Между Чувашией, Республикой Крым и Севастополем подписаны соглашения о сотрудничестве. Регионы обменялись делегациями. Ряд представителей крупного и среднего бизнеса наладили совместную работу. Крепче стали и общественно-культурные связи. Большой концерт «Мы вместе», посвященный двухлетию воссоединения Крыма и России, пройдет на Красной площади Чебоксар в пятницу, 18 марта, начало в 17 часов. Минздрав Чувашии предупреждает, выбор профессии – очень ответственный шаг. Особенно для тех, кто решил связать свою жизнь с врачеванием. В год человека труда работники здравоохранения запускают новый проект «Медицина. Мое призвание». Патах едва ли не самые популярные в нашем обществе. Мы искренне благодарим их за труд и столь же искренне негодуем, когда приходится ждать их помощи. Мы не любим лечиться, но когда что-то случается, уповаем на медиков, как на богов. Впрочем, в врачевании и есть промысел Божий. Рассказ о выдающихся целителях решили начать с тех, кто ежедневно совершает подвиг во имя жизни, помогает человеку родиться. Уже завтра в программе «Республика» сюжет о буднях перинатального центра. А старший инструктор пожарной Геннадий Пушкин твердо знает его призвание спасать людей от огня. Стать пожарным он мечтал с детства и ни разу не пожалел о том, что выбрал такой нелегкий труд. Геннадий Пушкин – уроженец деревни Полевые Хачики Чебоксарского района. С детства мечтал о мужественной и благородной профессии, как и многие его сверстники. Уже тогда ему приходилось не только видеть, как тушат пожары взрослые, но и самому помогать. Но еще большее впечатление на деревенских ребятишек произвела тогда работа пожарных профессионалов. После грозы загорелся дом, и мы все побежали. И приехали пожарные. Нам очень интересно было наблюдать за ними, как они быстро, слаженно все это. Приехали, развернулись, потушили. И вот у меня в мыслях осталось. Может, вырастут тоже. Ну, на такой путь встану. Но потом в пятом классе пригласили участвовать по пожарно-прокладному спорту. После окончания школы Геннадий Пушкин отслужил в мотострелковых войсках. Именно в эти годы он и определился окончательно в выборе профессии. В части стояла пожарная машина. Мимо проходил, все смотрел. Солдаты, срочники пожарные были тоже. Смотрю, они тоже быстро все делают, делал мастерские. По окончании срочной службы Геннадий Пушкин вернулся на родину и вступил в ряды огнеборцев. Начал службу в пожарной части номер 3 по защите тракторного завода города Чебоксары. Здесь он получил первый опыт в спасении людей. Это было в 95-м году. Летом 17 домов горело. Вот это запомнилось на всю жизнь. Потом сразу второй выезд был у меня тоже. Уже 15 домов горело. Вот эти два пожара сильно остались в моей памяти. Мы спасли, получается, несколько жильцов. В 1997 году Геннадия Пушкина перевели в пятую пожарную часть. А в октябре 2013 года на ее базе сформировали специальную пожарную часть по тушению крупных пожаров. К тому времени Пушкин стал старшим инструктором пожарным. С тех пор он постоянно работает с личным составом и нередко выполняет обязанности руководителя дежурной смены. А в 2007 году в Чебоксарах он принял участие в ликвидации пожара многоквартирного жилого дома по улице Энтузиастов. Тогда звено Пушкина спасло от неминуемой гибели 10 человек. За этот подвиг прапорщик Пушкин был награжден одной из самых важных наград спасательного ведомства. Медалью за отвагу на пожаре. И это далеко не единственная награда отважного огнеборца. Каждое порученное дело выполняет с ответственностью, с долгом. И я не переживаю, что эта задача не будет выполнена. Я уверен в нем полностью. Ну и конечно же еще Геннадий Александрович является опытным наставником. Это пример для всей нашей молодежи, которая приступает к нам на службу. Зима не хочет сдаваться в Чувашии похолодание. А ученики третьего лицея этому только рады. Пробежки босиком по снегу и обливание холодной водой входят в необычный проектный курс спецназ. Подробности у Марии Шоклевой. Здравствуйте, товарищи спецназовцы! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Вот так с построения и исполнения своего гимна начинаются уроки спецназа в третьем лицее. Курс добровольный. Записаться на него может любой ученик пятого или шестого класса. Но только после разрешения родителей. В течение полугода ребята изучают элементы рукопашного боя. Учатся разбирать и собирать автомат. Занимаются стрельбой. Затем на уроки спецназа приходят новые ученики. Спецназ, по-моему, это уже как бы человек, который крепок, закален, умеет мыслить нестандартно и обладает всеми этими вот качествами. Ну и хотелось бы немножко так ребятам эти вещи как-то преподать. В кабинете Игоря Анатольевича десятки кубков за победы учеников в соревнованиях по пулевой стрельбе в игре «Зарница». Но самое важное – ребята становятся патриотами, сильными духом и телом. Особое внимание на курсе уделяется закаливанию. На глазах удивленных прохожих ребята сначала делают зарядку, раздевшись до пояса, а потом бегают босиком по снегу. Мне не страшно. Водители мои очень обрадовались, когда узнали, что я попала на спецназ. Они подумали, вот вырастет настоящий мужик. Если кто-то все-таки заболеет? Ну, такие есть. Я не скажу, что нет таких, да. Но, в всяком случае, страх перед холодом они уже практически как бы теряют. Дальше ребята уже начинают обливаться, большинство обливаться. Если родители, например, не разрешают закаливаться или как-то обливаться, ходить босиком, то есть по каким-то причинам, мы не заставляем это все, в принципе, на добровольных основаниях так. Спецназ – это сила! Спецназ – это мощь! Могучий России! Надежный оплот! А-а-а! А-а-а! У-у-у! Второй! Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах на три месяца с 15 марта по 22 июня ограничивают движение транспорта по улице Парижской коммунной. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации столицы Алексей Ладыков. Ограничение движения связано с необходимостью переноса инженерных коммуникаций в районе строительства транспортной развязки. С 15 марта по 22 июня для автомобилистов будут недоступны участки от пересечения с улицы Фучика. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездной маршрут по улицам Богдана Хмельницкого, Батутина и Кутузова. В прошлом году в Чувашии были возведены несколько крупных спортивных объектов. Прошли соревнования международного уровня. Атлеты завоевали немало наград. Итоги прошлого года и задачи на 2016 обсудили сегодня на коллегии Минспорта Чувашии. Спорт в моде при любой погоде. Доказательство тому, в республике все больше людей регулярно занимаются физической культурой и спортом. В прошлом году в ряды приверженцев здорового образа жизни вступили около 460 тысяч человек. Этот показатель выше среднего не только по Приволжскому федеральному округу, но и по стране. На начало 2016 года в республике функционируют более 3900 различных спортивных сооружений, в которых одновременно могут заниматься спортом до 100 тысяч человек. В каждом районном центре возведены универсальные спортивные комплексы, строятся плоскостные сооружения, велевые катки. Сегодня проведена масштабная реконструкция ряда специализированных школ Олимпийского резерва. Сегодня все крупные спортивные сооружения, они включены во всероссийский реестр объектов спорта, что дает нам право принимать на этих базах спортивные соревнования нежиганально и всероссийского уровня. Скоро к этим объектам добавятся новые. В столице строится центр по велоспорту «Маунтинбайку», биатлону, физкультурно-спортивные комплексы для школы имени Валериана Соколова и ДЮС США по настольному теннису и стрельбе из лука. Именно тут, возможно, и появятся новые звезды и чемпионы. На коллегии отметили лучших спортсменов, их тренеров и людей, которые внесли заметный вклад в его развитие. Сегодня я всего-то работаю пять лет тренером после завершения своей карьеры. Я подготовила серебряную призерку на универсиаду Марину Пандалкову. Третье место заняла Мария Лосинова в прошлом году на чемпионате Европы среди юниоров. Но, тем не менее, хочу, чтобы у моих учениц было больше амбиций. Все-таки второе и третье место – это проигрыш. Есть человек, который сильнее тебя. То есть у нас очень много работы впереди. Не остались без награды и наши корреспонденты. В номинации «Лучший журналистский дебют» дипломом Минспорта Республики награждена ведущая программы «Споры для всех» Екатерина Абрамова. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения. Ничего, шею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова